Всем огромный привет, с вами Жи, и в очередной раз мы вырываемся на КВ моего клана Мистерс, и в очередной раз я не успел записать видео по КВшечке, собственно до конца этой КВшечке, и уже сейчас вы можете видеть, что эту кланную войну мы проиграли. На самом деле довольно-таки забавно получилось, так как на этом КВ никаких добиваний восьмых ТХ не требовалось, ребята все закрыли сами, и за это мой огромный респект и уважуха. А вот тем, в коем я обычно уверен больше всего, а именно двум нашим девяткам в лице Фломастера и Евгения, мне очень повезло и закрыты, вражеские топы крайне плохо. Собственно вы и так уже прекрасно видите счет, 37-42, и две свои атаки я проводил собственно в самом конце клановой войны, и тут я уже ничего собственно не мог решить, потому что отрыв по звездам колоссальный, единственное что я мог делать это атаковать какие-то из девяток оппонентов, а как вы помните мой ТХ 8.5 еще совсем не обладает армией ТХ 9, и сносить эти базы ему крайне сложно. И поэтому вот эти вот варианты, которые вот тут есть с четвертого по шестой номер, добить до трехи мне было абсолютно невозможно. И решил я собственно попробовать удачу на топах вражеских и снести их на двуху. И в одной атаке на самом деле у меня это даже получилось, вот вторую атаку я конкретно спорол. Но все-таки эти две атаки я вам сегодня покажу, и возможно напоследок покажу какую-нибудь топовую атаку нашей восьмерки, потому что видео получится довольно-таки коротким, а коротенькое видео я думаю вам будет смотреть не очень-таки интересно. Также ребят следует по-моему сделать акцент на том, что на этой квшечке мы опять-таки воевали против клана 10 левела, и в крепости кланного оппонента сидел довольно-таки сложный набор юнитов, а именно валькирии, шарики и дракоши. Не знаю как у вас, у меня всегда возникают сложности с уничтожением данной крепости клана, и у наших топов собственно возникли такие же сложности, именно поэтому базы закрыты настолько отвратительно, не побоюсь этого слова. Ну да ладно, оставим все эти грустные разговоры в сторону и вернемся собственно к моим атакам, что же я такое совершил. Первую атаку я совершал ребят на второй номер, как видите я нахожусь под шестым номером, атаковал второй номер, для меня это был самый оптимальный выбор, потому что в этой базе я был уверен больше всего, что тут я смогу взять двух. И что же друзья это за база, сейчас я вам ее покажу. Как видите это вот такой вот тх9, довольно-таки сильные прокачки за исключением забора. Забор тут в большинстве своем 8 левела, но также присутствует много забора 9 левела, в остальном же на мой взгляд это фуловая девятка с 10 кингом и 9 королевкой. И какой у меня был ребят план на эту атаку? План был довольно-таки прост, надо было взять с этой базы 2 звезды, никаким я образом планировал это сделать, опять-таки все очень просто. Никаких запаров с выманом крепости клана я не собирался делать, во-первых тут это делается довольно-таки сложно, как видите просто так крепость клана не выманешь, и во-вторых я решил, что все-таки для двушки это делать будет не обязательно. На треху я эту базу снести по-любому не смогу, а вот двушку с нее взять я вполне в силах. Итак друзья, что у меня был за план? Атаковать я решил со стороны кинга, если бы я атаковал со стороны королевы лучниц, то возможно бы голем умер раньше времени и это было бы для меня не очень здорово, поэтому я выбрал атаку со стороны кинга, по плану было скинуть двух големов, зачистить довольно-таки широко круг, скинуть триасу вот в эту область, чтобы открыть путь к таунхоллу, открыть путь к валькириям из секции с кингом, и еще также вскрыть вот эти вот секции с двумя башнями визерна. И далее уже по идее валькирии должны были бы забежать в центр и снести эту базу на двушку, точнее они бы уничтожили таунхол, а дальше по процентам бы я как-нибудь справился. Также тут довольно-таки любопытный момент, что как вы видите, вот эти вот муниципальные старения в основном находятся вне зоны действия зданий дефа, поэтому я сварил довольно-таки много лучниц, целых 16 штук, именно для уничтожения вот этих вот муниципальных старений, которые являются по сути халявными процентиками. То есть тут я скину довольно-таки много лучниц, а дальше уже буду разворачивать свою основную атаку. Небольшой у меня там фейл, кстати, произойдет, но все-таки все обойдется. Ладно, друзья, давайте не будем сильно долго заниматься болтологией и приступим, собственно, к повтору. Итак, друзья, атака начинается, высаживаю я лучниц, довольно-таки много муниципальных старений, как я и говорил, они могут уничтожить без какой-либо угрозы со стороны зданий дефа. И сейчас я уже, по идее, должен запускать в скором времени двух своих големов, но перед этим я, наверное, скину тряски. И тут надо сказать, что я опять-таки атаковал с телефона, для меня это крайне непривычно, потому что я привык уже атаковать с компьютера. И тут я скидываю эти землетрясения, своим корявым огромным пальцем тапаю по экрану, и смотрите, насколько я их криво скинул. То есть я планировал их скинуть именно на заборинку, вместо этого я кидаю их чуть ли не на полторы заборинки выше, и из-за этого, ребят, я не зацепил, собственно, секцию станфову. И тут я немножко понервничал, но все-таки решил, да ладно, Валькирии под рейджом должны будут пробить все-таки путь, потому что взял я все-таки два рейджа, и под двумя рейджами, я думаю, Валькирии нанесут тонну урона. Единственная угроза все-таки заключается именно в крепости кланов оппонента. Как вы помните, там есть шарики, и если шарики бы как-нибудь неудачно выстрелили по всей куче Валькирий, они бы их сваншотили. То есть в этом, ребят, заключался основной риск. Ну да ладно, вернемся к атаке. Как видите, высаживаю я големов, и аккуратненько начинаю высаживать своих визардов. Как видите, довольно-таки много муниципальных строений они подчищают, и сейчас вот очень красивый мув, по крайней мере, мне так кажется. Я опускаю вот так вот по две пары бомберов, и смотрите, как они идеально прорубают путь Валькириям. То есть смотрите, бам-бам, бам-бам, и все, друзья. Путь Валькириям открыт. Скидываю Валькирии, скидываю Квину, подрубаю первый рейдж на заход. Квину я скидывал с этой стороны именно для того, чтобы она уничтожила крепость клана оппонента. Но впоследствии вы посмотрите и убедитесь в том, что она сыграла значительно более важную роль. Ладно, возвращаемся к повтору и смотрим на атаку. Как видите, довольно-таки большое количество юнитов убили все-таки шарики. То ли 3, то ли 4 Валькирии они цепанули. Но в остальном же Валькирии под баночками хила, под баночками рейджа наносят офигеть какой урон. Сейчас, ребят, я не пожалел, собственно, что скинул Королеву Лучниц, потому что вместе с Королевой Лучниц пара магов под рейджом убивают Тонхол. И тут, ребят, я уже понимаю, что двушку с этой вазой я взял. И тут я уже на самом деле довольно-таки сильно расслабился. И был уже, можно сказать, доволен, потому что миссию на эту атаку я выполнил. Отпускаю снизу Кинга, кидаю рядом с ним еще пару магов, чтобы они зачищали какие-то халявные дополнительные процентики. Доношу уже базу на максимальный процент, который смогу, собственно, взять с этой базы. Подрубаю Квину, и она еще убивает пару оборонительных сооружений. К сожалению, не успела надеколотить Тесилку, но да ладно, ребят. 71% я беру с этой базы. По-моему, довольно-таки неплохой результат. То есть тут я повторюсь, я не претендовал ни в коем случае на 3 звезды. И целью было именно 2-ка. И тут я зарабатываю дополнительную звезду для своего плана. А вот, ребят, вторая атака. К ней, наверное, я не очень сильно подготовился, потому что сейчас я вам ее покажу. Ее даже там нет на карте. Вот она, ребят. На 3-й номер. И покажу вам, собственно, базу оппонента. Как видите, опять-таки 9-ка. Планировал я ее снести на 2-ку, но ни черта у меня не получилось. Не знаю, есть ли смысл говорить о планах на эту атаку, потому что ничего не вышло. Но все-таки скажу. Планировал я скинуть 2 големов снизу. То есть, чтоб один водился сюда, второй водился сюда. Далее трясами пробить путь к таунхоллу. Тут пробить путь бомберами, зачистить круг, запустить ванкирий. И типа, теоретически, я должен был бы взять эту базу на 2-ку. Но в чем, ребят, собственно, фейл? Уже когда я пошел фактически в атаку, я заметил вот эти вот 2 башни лучниц. И то есть, уже так вот в попыхах я принял решение, что я скинул големов вот тут вот с угла, чтобы они ни в коем случае не сагрились на вот эти вот башни лучниц. И в этом, ребят, была огромная просто стальная ошибка, потому что сейчас вы увидите, собственно, что произошло. Тут также я скинул пару лучниц на добивание халявных процентов. То есть, тут у нас есть темная казарма, военный лагерь. Тут также есть темная казарма, военный лагерь. И сверху тут есть также небольшое количество халявных процентов. И вот сейчас, ребят, я пробиваю путь в центр триасами. Красивый такой проход вроде как открывается. Скидываю я вот так вот с двух пальцев сразу големов по-македонски. И, ребят, смотрите, куда они сагрились. То есть, теоретически должен был один голем вонзиться в эту заборинку. Второй голем должен был вонзиться вот в эту заборинку. Но нет, друзья. Смотрите, кидаю уже магов для зачистки круга. Но куда идут големы? Почему второй голем пошел сюда, ребят? Объясните мне кто-нибудь, почему он решил обойти забор и стать с этой стороны? Кто его надоумил? Тут, ребят, я уже понимаю, что все, ребят. Никаких шансов у меня в этой атаке не будет. Потому что зачистить круг я не могу. Как я сюда буду в центр скидывать валькирии? Они по-любому будут бежать куда-то в бок. Тут я пытаюсь еще как-то зачистить круг. Как видите, пускаю кинга, пускаю пару магов. То есть, тут я вроде как зачистил немного. Пытаюсь запустить валькирии в центр. Но никуда они уже в центр, ребят, не пойдут. И тут, ребят, я просто уже, не знаю, делал уже все абы как. Потому что задумка не удалась. Не знаю, есть ли смысл досматривать этот повтор. Давайте ускорим все в 4 раза. Потому что смотреть тут абсолютно не на что. Вся атака пошла совершенно стартарары. И ничего тут, собственно, интересного не получилось. Набила я каких-то на жалких 64%. В центр базы не попал. Тряса скинул абсолютно зря. Собственно, вот такая вот атака никудышная. Что можно было бы сделать на этой базе? И что, на мой взгляд, было бы более грамотно? Давайте-ка посмотрим. На мой взгляд, было бы более верно, если бы я атаковал со сплошной стороны. То есть, атаковал с каких-нибудь, например, 7 часов. Почему не хотел атаковать сверху с 9 до 3 часов? Потому что тут крепость клана находится очень близко к забору. То есть, не успел бы я нормально зачистить территорию для захода валькирий. А крепость клана уже бы вышла, и довольно-таки серьезно могла бы помешать атаке. Именно поэтому у меня был выбор именно с 3 часов до 9, но вот тут, с этой дуги. И тут, наверное, надо было выбрать какую-нибудь, например, вот эту сторону. То есть, атаковать надо было с этой стороны, скинуть двух големов. Один голем бы воткнулся бы, конечно, в эту башню лучниц. А второй голем пошел бы сюда, воткнулся бы куда-нибудь сюда в забор. Как сделали это големы, собственно, в моей атаке. И вот так вот я бы уже более нормально смог зачистить круг. Да, тут бы мешали немного герою моему второму голему. Довольно-таки сильно они бы его продамажили, возможно, даже бы убили. Но я думаю, все-таки со своей задачей он справился. Если что, бы я сюда скинул короля и королеву, чтобы они продолжали тут впитывать урон. И уничтожать здания, которые бы помешали валькириям для захода в центр. Тряса бы я скинул ровнехонько вот сюда. Открыл бы внешний забор бомберами, скинул бы валькирий. И тогда было бы довольно-таки много шансов, что валькирии зайдут в центр. И тут бы я двушку, возможно, бы и сколотил. Но это у меня не получилось. Вот так вот я атаковал снизу. Големы пошли у меня в одну точку. И, собственно, из-за этого вообще ничего у меня не получилось. И ничего близкого к моему плану я сотворить не смог. То есть вот такой вот фейл на квшечке. В своих мечтах я планировал вам сегодня показать две атаки на девятые тонхолы. Две двушки. Первая атака у меня более-менее получилась. А вот за второй произошли вот такие вот неприятности. И, друзья, чтобы выпуск не оказался вот таким вот коротеньким или, может, даже каким-то пессимистичным, я выберу сейчас, наверное, какую-нибудь атаку восьмого тонхола. Топовую и довольно-таки красивую. Покажу вам ее напоследок. То есть сейчас я посмотрю атаки своих сокланов, то выберу самый сок и покажу, собственно, вам. Никуда не переключайтесь. И, ребят, далеко ходить не пришлось. Выручает меня в очередной раз Филиппа с топовой своей атакой. Квитти, ребят, он атакует миксом Гова-Хо, то есть по составу у нас тут есть 2 голема, 6 валик, 10 хогов, 8 юзардов, 2 бомбера, 6 луков. В распоряжении есть кинг 10-го левела по баночкам Хилл Рейдж и землетрясения в крепости клана сидят в Валькирии. База довольно-таки сильная. Можно сказать, что это фуловая восьмерка, за исключением разве что с забора. И кинг немножко-таки не докачался до 10-го левела. Немножко он не дотянул. И слабость этой базы можно отметить то, что крепость клана довольно-таки легко тут выманивается. Собственно, давайте приступать к повтору. Как видите, Филиппос воспользовался вот этой вот слабостью данной базы, выманивает всю крепость клана. Понадобилось на это целых 2 лучницы, потому что юнитов у оппонента сидело довольно-таки много в крепости клана. Вылетает оттуда дракоша, шарик, 2 визарда и 2 лучницы. И сейчас вы будете наблюдать то, насколько сильный на самом деле этот сетап. Если бы тут была Валькирия, может быть это было еще сильнее и может быть какие-нибудь визарды пострадали, но нет. Тут у оппонента были маги, и маги довольно-таки быстро умирают. Но смотрите, все-таки сколько урона вносит шарик по голему. Уже один голем фактически нас умер, пускается также второй голем. Очищается круг магами для захода Валькирии. Там входит у оппонента недовольный кинг. Начинает бить, собственно, нашего голема по спине. Но, собственно, рыжие бестии сейчас будут наказывать за этот поступок вражеского деда. То есть выпускаются Валькирии, Валькирии из крепости клана. Также скидывается наш кинг. И сейчас вся эта орава будет заходить уже в центр, и на них будет скидываться баночка рейджа. Да, пошел рейдж, и сейчас будет Валькирии разносить, собственно, всю эту базу. Тут на самом деле рейдж был скинут довольно-таки удачно. Валькирии под ним сносят очень много зданий, но не повезло немножко на гигбомбы. То есть много Валькирии поумирало, надо было немножко раньше скидывать хил. Тогда бы рыжих бестий выжило немного-таки больше. Но тут я опять-таки забалтываюсь, в это время выпускались Хоги, и как видите, довольно-таки много зданий дефа они уже вынесли. И остается буквально понты добить пару зданий дефа, то есть это всего-то на всего 1-2 мортиры, и все, ребят. Все здания дефа вынесены. То есть Хоги справляются со своей задачей на ура. Также надо отметить то действие нашего голема, который впитывал много-много урона наверху. И там всего 2 Хога смогли разобраться со всеми зданиями дефа. То есть сейчас мы уже будем наблюдать за тем, как уничтожается эта база, собственно, до 3 звезд. Как по базе оппонента бегают довольные Хоги, довольные маги бродят. Также по базе разгуливает наш фуловый Кинг. И, собственно, ребят, треха, на мой взгляд, довольно-таки красивая атака. И опять-таки микс Го Ва Хо, которого у меня не очень много на канале. Собственно, на этом будем, ребят, закругляться. Не знаю, что вам еще тут показать. Остальные атаки не очень интересны. Есть там небольшие помарки, а мне сейчас разбирать ошибки не очень-то на самом деле и хочется. И поэтому я буду с вами сейчас прощаться. С вами был Жи, друзья. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если же это так, то поддержите его, пожалуйста, лайком и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Также было бы очень здорово, если бы вы отправили данный видос другу. А с вами был Жи. До скорых встреч, друзья. Всем огромной удачи. Не тупите на квшечках так, как делал сегодня я. Всем огромной удачи. И увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok